Как бы ни закончилась эпопея с дебатами, можно говорить уже, что это была огромная ошибка Зеленского. Зеленский в своем ролике решил поставить Порошенко в непреодолимые условия. Он рассчитывал, что Порошенко откажется, что Порошенко испугается сдавать анализы. Это все в его голове были непреодолимые препятствия для Порошенко. А в итоге он сам не смог их преодолеть. Он поднимал ставки, а в итоге сам не выдержал игры в гляделки и сбросил карты. Ему пришлось скрывать, что он наркозависимый, и идти в ручную лабораторию своего друга-россиянина, где им пришлось разыграть очередную сценку для сериала, где человек в белом что-то делает с рукой Зеленского. Ну а теперь представьте уровень представлений этого человека о страхах вообще, если это чушь в его голове, что это ловушка для Порошенко. Это в своей голове ему казалось, я буду вот так вот идти, вот так буду говорить вот такие вот слова. Тут вот стадион, тут вот я пуговку застегну и пусть снимают снизу, чтобы я выше казался. А Порошенко – ха! И на обеих лопатках. Беги, Петя! Но в силу своего развития он ошибается и сразу дает противнику оружие против себя. Теперь представьте его надложности президента. Это ведь в мире дипломатии так и работает. Что-то не то ляпнул, не то сделал, и враг это сразу обернул против тебя. Сейчас мы увидели, как Порошенко выиграл эти дебаты даже без дебатов. Нам надо еще видеть, как Путин что-то выиграет у Зеленского. Но тут появились еще более интересные обстоятельства. Пальчевский – это переводчик в посольстве России в Лаосе, хозяин клиники. Учился он, значит, в кузнице кадров ГРУ. Благодаря Азарову получил в 2010 году украинское гражданство. Не вылазит с канала в Медведчука, где хвалит Зеленского. Я не спрашиваю, а что за связи у кандидата на пост президента Зеленского с ГРУ? И почему ГРУшник помог ему совершить это представление с поваром, берущим анализы у Зеленского? Это ГРУ помогает Зеленскому делать его 30%. Так же, как они делали Путину его 86% через оболванивание российского населения. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok